В приграничном с Россией Харькова заметно увеличилось число военных на улицах города. И общая атмосфера немного напоминает первый год войны, когда линия фронта проходила в 120 километрах от Харькова, между Донецким Славянском и Харьковским Изюмом. Отсюда до границы с Россией в направлении Белгорода всего 20 минут на машине. В 2014 году в Харьков из Белгорода заехали приверженцы русской весны и попытались объявить Харьковскую область Харьковской Народной Республикой. Когда в апреле 2014 года пророссийских сепаратистов выгнали из Харькова, на всех въездах в город были установлены блокпосты и инженерные защитные сооружения. В 2017 году их практически все убрали. Дмитрий Олейник был среди тех Харьковчан, которые в 2014 году не дали сепаратистам захватить здание облаго с администрацией, а затем добровольно пошли копать окопы у российской границы. Нынешняя ситуация на границах, по мнению Дмитрия, похожа. Тогда российская армия тоже концентрировала войска вдоль границы с Украиной. Но в самой Украине ситуация с безопасностью в настоящее время совсем другая. Уже есть сложившиеся правоохранительные органы, есть определенная позиция СБУ, очевидна позиция президента. Я не думаю, что будет такое, что нам придется ходить с флагами и снова доказывать, что Харьков – это Украина. Я не думаю, что сейчас начнется эскалация конфликта. Они могут начать вдоль всей границы делать какие-то провокации. По мнению Дмитрия, за эти семь лет существенно изменились и сами харьковчане. В 14-м под знамена русского мира и пророссийских сепаратистов готовы были стать гораздо больше людей. К угрозе вторжения со стороны России жители Харькова относятся скорее скептически. Никакой войны не будет. Не сумасшедший Путин, чтобы ее затеять. Как? Не сумасшедший? Нет, он не сумасшедший. Он не сделает этого никогда. Это очередная пугалка. Потому что он больной человек. От него все, что угодно можно ожидать. Мы имеем со своего балкона вот здесь вот, они будут проезжать. Будем кидать все, что угодно. Гранаты, бомбы. Никто нигде не концентрируется, не надо нагнетать обстановку. Конечно, в опасности. А как же? Надо защищаться. А что у нас, ребят, нету таких, которые защищают нас. Сами выйдем. С момента оккупации Крыма и начала войны в Донбассе во всех регионах Украины начали создавать батальоны территориальной обороны. Их задача в случае открытого вторжения – сдерживать врага на подступах к населенным пунктам, взять под охрану объекты стратегического значения и инфраструктуры до подхода основных сил. Учитывая передвижение российских войск, сборы территориальной обороны уже объявили в Херсонской области. Харьковская область, на очереди, говорит главный старшина местного батальона территориальной обороны Михаил Соколов. В Харьковской области это может быть и через час, может быть и сейчас. Наши готовы. Форма с собой, всё с собой. В течение двух часов будем в пункте назначения и примем служебные обязанности по защите. А то, что сейчас происходит, это бряться не оружием. Это чтобы напугать. Харьковчане в 2014 году боялись. Сейчас страха нет. Осенью в городе пройдут выборы мэра. После смерти Геннадия Кернеса за кресло мэра хотят посоревноваться пророссийские политические силы вроде ОПЗЖ Виктора Медведчука. Потенциальные преемники Кернеса уже активно включились в предвыборную гонку. Угрозы реванша пророссийских сил на выборах осенью местные политологи пока не видят.